Тихие голоса. Высточный проект исследования. Тихо и громко о блокаде, как сделать память о блокаде видимой. Если говорить о самой выставке, то лично я выделяю здесь, скажем, три импульса, которые идут от этой выставки. Первый импульс заключается в том, что эта выставка всеми средствами пытается нам показать, что мы не видим блокаду. То есть мы о ней ничего не знаем, мы ее в буквальном смысле не можем разглядеть. То есть, скажем, экспонаты, посвященные переводу дневника незрячего человека, блокадника, в шрифт Парайля, который, естественно, не могут прочитать все остальные люди. С той стороны, второй импульс, мы стремимся показать, что блокада, она все-таки видимо. То есть мы, допустим, вы знаете экспонат «Кухня голода», где художница Кизилова, она постаралась показать именно вещественно, а вот как выглядел, ну вот этот страшный блокадный рацион. И, собственно, третий импульс – это то, что мы можем делать с этой памятью о блокаде все, что угодно. Когда мы видим последний экспонат комнаты, созданной Людмилой Беловой, мы видим, что мы вот с этими историческими источниками о блокаде можем делать что угодно. Мы можем мазать их какой угодно краской – белой, черной, красной, золотой. То есть, с одной стороны, мы можем делать все, что угодно, с другой стороны, это заставляет нас задуматься о какой-то ответственности. Как профессионалы памяти, то есть, не знаю, историки, которыми занимаются блокадой, антропологи, музейные работники, вот как они могут помочь художникам в том, чтобы создать некое искусство о блокаде? Как сделать так, чтобы музеи, галереи, различные организации начали это искусство продвигать и делать его зримым, делать его по-настоящему видимым? Меня зовут Екатерина Мельникова, я антрополог, который занимается устной историей, в том числе устной историей блокады. Меня хотелось спросить всех, вот каждого, кто что-то делал на этой выставке, для чего вы это делали? Есть ли вы вообще вот эта идея какого-то эффекта, результата или нет, или вы вообще об этом не думаете? Если думаете, то вот для чего каждый из вас? Потому что, мне кажется, это вообще не абсолютно универсальная вещь. То есть, кто-то действительно делает что-то для того, чтобы спровоцировать, вы говорили о том, чтобы спровоцировать размышления, чтобы человек начал, задумался о чем-то. Стал участником, да? А для кого-то, может быть, важно что-то другое? Или, может быть, разные вещи? Я бы хотела, чтобы просто все ответили, если можно. Например, расскажет Петр Белый про свою работу. Моя работа на улице стоит, кресты. Да, геометрия памяти. Мне кажется, что, в принципе, тема эта для художников, что называется, поле не паханное, да, потому что хороших произведений о блокаде я видел очень мало в своей жизни, да. Советские такие формальные решения, отвечающие плану монументальной пропаганды, ну, может быть, в кино что-то, хронику, но в целом пластически никак это не было воплощено, поэтому я как-то решил вот некую формулу создать. Ну, единственное интересное, на мой взгляд, произведение визуального искусства о блокаде – это разорванное кольцо. Симон сделал в свое время какие-то формальные пластические вещи, и литературная часть хорошо вместе сосуществует, скажем так. Ну, а касательно взаимодействия современного искусства и языка, современного искусства и блокады, есть конфронтация, потому что, в общем, современное искусство – это язык довольно маргинальный, произрастающий из маргинального поля, а повод достаточно серьезный, формальный, и не всем понятно современное искусство. Ну, конечно, художникам огромный простор визуализировать пластический память о блокаде, и дальше, собственно, конфликт, который будет заложен внутри произведения, драма пластическая какая-то, она должна передавать ощущение, которое утрачивается, да, уже меньше и меньше всего свидетелей, но трагедия должна воплощаться уже в формах более обобщенной, да, я хотел создать вещи, не опирающиеся на конкретику, а, скажем, совершенно формальные. Будет вот музей, да, блокады, я надеюсь, будет реализован, и, возможно, какую-то роль там будет играть современное искусство, да, потому что аудитория молодее, да, вымирают блокадники, и меняются поколения, да, и, соответственно, меняется язык, меняется система месседжей, да, и в данном случае современный язык — это современное искусство, которое к тому времени мутирует, и, ну, посмотрим, куда это все приведет, да, и, ну, сейчас мы, в общем-то, пытаемся советские официозы раздавить в себе и в других, да, потому что заполированная такая память, она уже никому, в общем-то, не нужна, а нужно эмоциональное высказывание. Я хотела перейти к работе Теребенина без маскировки. У меня несколько все-таки отличается, вот, так сказать, назовем его произведение от других художников, потому что у меня за основу было взято реальные блокадные изображения и реальные блокадные дневники. И я даже поначалу, когда мы обговаривали этот вопрос, хотел отказаться от авторства, потому что тут как бы мое авторство только как экспонирующего, значит, эти объекты, и которые я, конечно же, вычленил из архивного мира, которым я занимался, то есть вот фотоархив художника Бориса Смирнова, который прожил всю блокаду в Ленинграде, чуть не умер в первую, значит, в самую тяжелую зиму, и весной 1942 года был принят штаб военно-морского флота в лабораторию, занимающуюся маскировкой кораблей. И при разборе архива, значит, попалось несколько пленок, которые явно были прокованы, то есть там была кривая-кривая двойная экспозиция или там подзасвеченная или что-то. Я как-то их, ну, рассматривал, но никогда не рассматривал как вот отдельный, как бы, объект или вот образ, так как здесь название и смысл выставки был заложен дневник блокадный, поэтому, значит, я решил вот таким образом экспонировать, и на самом деле там вот эта история, вот, которая в фотографическом лайфбоксе показывает те образы, которые художник, попав, значит, вот в это, вроде в родном городе, но совершенно другие жизненные обстоятельства, он в какой-то мере, может быть, уходил в какое-то забытие, но гуляя по вот этим пустынным, потому что лаборатория находилась как раз на Васильевском острове, и сам он жил на мойке, и вот это был его постоянный ежедневный проход на работу, вот, в Исаевской площади до, значит, почти Точкового моста они находят там. И вот эти его хождения и возможность фотографировать, которая у него документально была подтверждена, потому что он занимался там, в том числе, и съемкой объектов каких-то, вот, дала ему возможность фиксировать какие-то вещи, которые совершенно не характерны для нашего, вот, образа, значит, блокадной зимы, там, или жизни, жизни, когда человек фотографировал, вот, по нашему сегодняшнему дню совершенно актуальные, значит, фотографии. Кровати, тащащие из сугробов металлические, или даже просто какие-то геометрические, значит. на этих фотографиях, которые никогда не были, вот, ну, вот, кроме вот этих двух последних, они, значит, были, а вот эти все фотографии, они первый раз их никто, в принципе, не видел, даже, даже я сам не видел, потому что при сканировании этих пленок там было очень тяжело вытащить какие-то детали, потому что и пленки старые, и бракованные, то есть там почти, значит, там вот с большим трудом мне удалось вытянуть, вот, там такой вид, когда там Исаакий, снятый со стороны Васильевского острова, с натянутой, там, колючей проволокой, снег, и ограда Румянцевского этого сада, в общем, совершенно уникальный такой вот, ты сам вот становишься зрителем, как будто попадаешь в этот локальный город, и видишь его, не те ужасы, да, которые, которые нам, мы уже у нас, каноновые, да, а какие-то вот такие удивительные моменты, и причем это в одном из дневников двух блокадных, которые я читал, там тоже вот этот момент есть, когда, когда человек вот с художественным каким-то образом мышления, вот он уходил и находил в этом какие-то медитативные даже моменты, когда он мог полностью абстрагироваться вот от того кошмара, в котором они... Ну, даже не зачем, а что, глава теми идеи, которые... Что вы хотели, там, эмоционального отклика? Ну, скорее, да, потому что я хотел, может быть, поделиться своими личностными переживаниями, связанными с тем, что я достаточно глубоко ушел в эту тему, в изучении ее, и со своим архивом интересуюсь информацией других источников, и скорее поделиться вот этими новыми образами, сочетанием, таким контрастным, потому что, как говорится, во-первых, это красиво, а во-вторых, это открывает возможности для какого-то нового восприятия и понимания той действительности всей этой трагедии. Я хотела попросить рассказать Елену Губанову о работе «Очередь». Не знаю, стоит ли рассказать о работе, она уже висит полтора месяца, и, по-моему, уже все ее просто вдоль и поперек прошли, туда-сюда и право-налево. Вот, если кратко, то вот как раз последний абзац, где Геннсбург пишет сама про свое вот это ощущение, это «Очередь», там все прекрасно написано, это сейчас мультимедиа, как такой инструмент современного, входит во все музеи, и, в принципе, все их используются, и экспозиции становятся более интересными, они становятся интерактивными, но при этом в них присутствует у всех универсальный язык, такой дизайнерский универсальный язык. Все вот эти экспозиции, которые, музеи, которые пытаются это сделать, были бы там плюс-минус, больше денег круче, меньше денег попроще, они как бы вносят какую-то ноту современности в музей. Но этого недостаточно, на мой взгляд. На мой взгляд, именно художники, они могут быть привлечены, и мне даже не кажется, что они должны быть привлечены непосредственно к какой-то конкретной теме какого-то зала. Здесь должна быть вот эта степень общения, как говорит Геннсбург, все вот это, вот все, что она описывает, эти разговоры конкретно, они там вот прямо о том, о чем. Люди говорили, но они все были о жизни и смерти. Поэтому вот это обобщение о жизни и смерти, не надо никакого морального права спрашивать у художников. Потому что есть талант, есть какое-то желание высказывания, оно происходит. И уже дело куратора, дело музейщика, каким образом они могут привлечь, каких художников, каким образом призывать их на что. Потому что переживание и сопереживание, эмоциональный удар человек может получить исключительно через, да, современное искусство. Не исключительно, но во многом, да. Надо помнить о том, что и времена изменились, и музей, конечно, должен меняться, потому что такое огромное количество визуальности идет через все, что угодно, что просто витрина, или даже если она интерактивная, да, она недостаточна сейчас. Я тут даже говорю не о привлечении художников в экспозицию музея, я говорю исключительно о привлечении авторов уже с готовым высказыванием самостоятельно, вот и все. И это очень важно, да. Меня зовут Владимир Зайцев, у нас с Александром Андросовым, объект земля. Одна из целей, это было решение пластическое, возникает такой нечто, объект, который в простой среде, обычный, как кто-то из другого мира, ну, то есть это археологическая история, то есть момент, который заставляет людей остановиться и посмотреть на нее, задать вопрос, когда мы ее делали. Тогда вот как раз происходил момент, подходили абсолютно разные люди, спрашивали, что это такое, завязывался диалог, мы начинали разговаривать о блокаде с ними, и это один из тех моментов, который был важен, то, чтобы человек остановился, и в его обычной жизни возникла история блокады, допустим, и вопрос, что это, что это за земля, и когда это было. Меня зовут Аля Семензеровская, но мой мотив был внешний. Это, может быть, как-то влиться вот в этот вот, в поле обсуждение такой не самой популярной темы, а все-таки внутренне он скорее вот это поле расширить внутри самой себя. То есть я, когда я говорю для кого-то, я в первую очередь для себя что-то узнаю, но обогащаюсь, наверное, это вот слово, обогатиться чужим опытом, пускай даже страшным, страшным и в то же время, конечно, красивым. Я в своей жизни встречаю очень разные реакции по поводу и той же блокады. Многие настораживают, на что-то раздражаешься, и хочется как-то спорить. Я понимаю, что... Я с таким сталкивалась, что люди говорят, что я больше не могу о блокаде, не могу ни слушать, ни мещать, не потому что самой блокады много в жизни, и ее как раз-таки мало знания, а потому что в целом вообще более много у русского человека. Вот, поэтому, может быть, хотелось бы как-то побольше говорить, но, может быть, меньше пугать. Да, точно не пугать, точно вот как-то не давить на жалость. Я как раз могла бы сделать массу других каких-то образных решений на эту тему, но я хотела сделать самое главное, чтобы люди просто уткнулись в документ, чтобы они вот... вот некуда было им деться, кроме как вот взять и его прочитать. Многие даже не понимают, что эти документы есть в свободном доступе, что они есть в интернете, что можно пойти в магазин купить книжку. Я получила удовлетворение от того, что люди мне пишут письма, звонят, пишут, что по полтора часа они там находятся, читают, и это, в общем, все, что я хотела получить от этой работы. И я это получила, и очень рада. Можно немножко начну с другого места, чуть раньше, вопросы. Я не знаю, слушали ли вы внимательно друг друга, но опять же, я как человек совсем со стороны, вот слушающий вас, мне это ужасно все интересно. Я заметила для меня любопытных вещей. Шесть-десять художников высказались, двое высказались об автокоммуникации, которая оказалась для них очень важна. То есть они открыли для себя что-то и рассказывали о каком-то просто личном переживании. Это очень важно. Для двоих из вас оказалась важна красота. Вот показать красоту, это тоже интересно, не для всех. Я это говорю к тому, что на самом деле художниками, которые работают, могут, наверное, работать в этом поле, могут видеть очень разные вещи. Это здорово, но очень важно, мне кажется, понимаете, если мы говорим о каких-то больших перспективах, не об одной какой-то выставке, а вот о каком-то поле, то можно идти разными путями. И они разные, они у вас у всех разные. Сначала было ощущение, как будто бы всеми вами движут действительно какая-то одна идея, и она такая простая, вот давайте поговорим о блокаде. Но на самом деле это не так. Всеми вами движут очень разные вещи. И это здорово и прекрасно. И вот мне кажется, если дальше копаться в этом, можно найти много чего интересного. Мне кажется, вот эта идея действительно предложить художникам, взять, например, дневники, или, может быть, не дневники, взять что-то еще, какие-то документальные источники, и внимательно в них читаться, и увидеть в них что-то, это хорошая вещь. И такая правильность. Мне кажется, крайне полезно было бы для всех художников, которые занимаются блокадой, ну, как минимум, прочитать три книги, блокадную этику Сергея Ярова, «Люди жили слухами Пинкевича», и, конечно, неизвестного блокада Ломагина. То есть нужно начинать хотя бы вот с этих трех книг и погружаться дальше в тему. Потому что на основе этих трех книг можно создать очень много. Вот сейчас высказали все участники. Я, так как не участвовал в выставке, очень бы хотел. Если говорить о художниках, то мы не должны свой опыт психологический, впечатление какой-то, ужас перерабатывать, в том смысле, что мы должны говорить об этой пустоте, об этих ушедших людях, которые уже никогда не скажут. Вот эта вот черная дыра, которая совершенно неисследована. Вот этого количества огромных людей, трагедий, неиспользованных возможностей человеческих, вот этих душевных, вот эта огромная черная дыра, которую мы должны как-то компенсировать. Вот наша рефлексия в большей степени и ответственность гораздо шире, что ли, у меня так кажется. Современному музею, особенно такого рода, как память музея, необходимо просто сотрудничать с современным дискурсом, в художественном, потому что центр современного послания и современной стратегии это не оформление, не продвижение, не интерпретация, а опыт. Художник, он дает только монок или триггер для, как бы, спусковой ключок для сопереживаний зрителя. И этим он как бы снимает вот этот пропагандистский налет, этот оформительский налет. Чем ценно это? Тем, что этот опыт, который получают зрители вот в этих произведениях, у него личный, он не навязан как бы напрямую, он провокационный, в том смысле, что этот опыт, который он нашел там, для себя, персонально, и он его ценит гораздо больше, чем самая крутая оформиловка, не знаю, которая никому вот этого опыта не даст, персонально. Объединение историков, музейщиков, художников, кинорежиссеров, всех людей, которые будут объединены желанием рассказать о блокаде, я вижу большой проект для города, международный, художественный, который бы шел из года в год, может быть, два раза, один раз в два года, может быть, каждый год. Во-первых, чтобы слово блокада уже в мире не было каким-то блокадой того, блокадой сену, а чтобы оно было именно собственным, именно этого города. Художники будут участвовать в этом проекте, они будут разрабатывать каждый свою какую-то тему, которую там дадут историки, например, или они сами найдут, или вместе, и будут появляться новые визуальные образы, новые совершенно, тем более, что это непочатый край, как правильно сказал Петр Белый, и о чем говорит Полина Борскова. Как вы думаете, возможно ли выставка современного искусства с периодичностью с какой-то современной художником, посвященной облогани? Возможно ли у нас в Петербурге, да, соответственно, Петербургская, конечно, идентичность здесь. Нет, на самом деле, я считаю, что это необходимо кому, да, что это не вопрос возможности или невозможности. Во-вторых, мне кажется, что, в принципе, другими способами нельзя рассказать историю этого события. Только вопрос в том, что «А у нас никогда не было музея, который мог себе это позволить?» То есть, соответственно, площадки для этого у нас нет. Но с большим удушевлением смотрим на музейный выставочный комплекс. В общем, выставка впечатлила, это здорово. На мой взгляд, я вот уже говорил, что очень быстро прошел конкурс. Хотя я понимаю, конечно, вот людей, которые занимаются музеем блокады, как сам факт проведения этого конкурса и сам факт того, что музей будет построен, это основное все-таки. Ну, скорость очень сильно повлияла на качество, а на немножко советский такой подход в организации конкурса, на мой взгляд, когда музей, создавая проект музея, отдают проект архитектурным фирмам без коллаборации с художниками, что в мире, в общем-то, сейчас последнее время редко. Результат, конечно, сформенный, очень сырой. Возможно, конкурс должен был проходить не за один этап, на втором этапе это бы все дорабатывалось. Возможно, конкурс должен был быть открытый, это невозможно, скорее всего, потому что тогда и внимание к самой теме было бы шире. Сейчас, наверное, объявить конкурс на сам музей, внешне, он должен был быть каким-то сплавом художественного и архитектурного. Сейчас мы видим такой модернист, такой вполне, в месте такой советской архитектурной школы выполненный такой музей-монумент. Из предложенного, возможно, это оптимальный вариант. Немножко быстро, немножко скомкано, немножко куларно все сделано, поэтому, на мой взгляд, потому что, когда мы участвуем в конкурсах, первое, что мы смотрим, это жюри. Конечно, там должны быть профессионалы, не бабушки-блокадницы. Это все. Почему? И не чиновники пришли. Огромное спасибо всем, кто пришел. Я думаю, что все следующие мероприятия, они обязательно должны проводиться не, знаете, в таком гомогенном формате. Все-таки должна собираться некая ассоциация людей, которые заняты этой темой с очень разных сторон и которые могут помочь друг другу. Всем спасибо.